Время новой соборности, так назывался фестиваль, проводимый Преображенским Братством в этом 2017 году. Фестивальная площадка, о которой наш репортаж, организована силами Свято-Георгиевского, Благовещенского и Богоевленского Малых Православных Братств. Ведущие секции – кандидат исторических наук, доцент Государственного социально-гуманитарного университета, город Коломна Виталий Черкасов и заведующий Богословским колледжем при Свято-Филаретовском институте, преподаватель истории Русской Православной Церкви Людмила Комиссарова. Тема дискуссии – память о человеке в 20 веке. И совершенно очевидно, что очень трудно говорить о времени новой соборности без того, чтобы не говорить о памяти о человеке в 20 веке. Как ее восстанавливать, как ее хранить, как ее передавать. В год столетия Октябрьского переворота тема памяти приобретает особую актуальность. Участникам было предложено высказаться по следующим вопросам. К чему привело уничтожение исторической памяти, благодаря чему она сохранялась и почему нам важно эту память восстанавливать. Братерий Георгий Митрофанов в частности подчеркнул, что добросовестному историческому познанию у нас часто противостояло историческое мифотворчество. Серьезному, добросовестному, глубокому историческому познанию противостояло историческое мифотворчество. Но с другой стороны, ведь историческая память связана не только с исторической наукой. Ею живет общество, ее живет народ. И с этой точки зрения 20 век действительно в чем-то оказалось уникальным. Потому что не в один из веков русской истории, но ради того, что это период обличия на Ивана Грозного, никогда что ли интенсивно не уничтожалась общественная элита, которая и являлась всегда главным носителем исторической памяти. Отец Георгий обратил внимание, что события 1917 года – это в значительной части исторический выбор нашего народа – пойти за теми, кто дал им право на бесчестие. Это была не только историческая, это была нравственная катастрофа. Те гонения, которые обрушились на русскую православную церковь, по праву источнику, которые церковь обречена была пережить, в частности, от рук очень многих неправедных своих сыновей и лечений. Ибо, как я не раз говорил, наша церковь породила больше мучителей, чем мучеников. И уже как священник я могу сказать, что почитание одной блаженной Матроны превосходит почитание всего собора новомучеников и исповедников, теперь уже русской церкви. У нас произошло какое-то духовно-историческое отторжение не только от опыта новомучеников, это просто показатель от нашего недавнего исторического прошлого. Мы оказались сейчас в положении народа, которому в общем и целом совершенно безразлично то, чем жила его страна, присутствующая века. Что мы можем сказать сами себе о 20 веке в связи с памятью о человеке? Я бы сегодня еще отметил вот такой момент. У нас в обществе есть определенные боязни даже памяти. Вот понимаете, много всяких реконструкторов, фестивалей. Это отношение к истории как к развлечению. Память о человеке на этом историческом фоне, она не очень заметна. И надо постараться пробудить это. И самое, я думаю, я считаю, что подходить к этому вопросу надо через память семьи. Елена Борисовна Жемкова также отметила важность отдельной человеческой личности. Единица измерения истории – человек, подчеркнула она. Она рассказала об итогах 30-летней деятельности общества «Мемориал» по собиранию имен репрессированных. Выразила надежду, что различные проекты по восстановлению памяти конкретных людей, такие как акция «Последний адрес», могут в значительной степени содействовать пробуждению общественного сознания. Какое мы наследство получили от вот этого 20-го советского века? Во-первых, это наследство такой вот разобщенности. Разрушена региональная память и разрушена, конечно, память семейная. И мы с этим сталкиваемся почти каждый день. У нас в качестве наследства, конечно, еще осталось одно ужасное чувство вот этого ощущения себя внутри кольца врагов. Нам и наши соседи не друзья, но уж другие страны, которые вокруг нас, так уж точно враги. И всего из этого, конечно, вытекает то, о чем вы говорили. Наше наследство – это разрушенное доверие. Это отсутствие вот этого доверия, которое, собственно говоря, и есть то слово, на которое мы должны опираться. В завершении первой части ведущая Людмила Владимировна Комиссарова отметила, что актуализировать память, возвращая доверие и преодолевая разобщенность, как это уже было сказано, нужно прежде всего, начиная с себя и своей семьи. Конечно, хочется всегда не только ответить на вопрос, кто виноват, но и что делать. Вот я думаю, что есть некоторые надежды на то, чтобы люди входили вот в эту память, в эту правду. Я тоже согласна, что надо начинать, ну, наверное, с семейной памяти, может быть, даже из какой-то личной памяти. Можно начинать с того, чтобы просто людям сказать, узнайте, кто ваши родные. И тут же, согласно с отцом Бергем, на этом нельзя остановиться. Вторая часть была посвящена практическому воплощению инициатив. Одним из таких проектов является благотворительный фонд «101-й километр» подвижники «Малоярославца». Два слова о фонде и о мемориальном центре, который мы собираемся создать. Должна сказать, что идея создания мемориального центра в «Малоярославце», она кристаллизовалась далеко не сразу. Предполагалось, что это будет мемориальный дом семьи Шиховских, как вот типичный дом семьи священников. Но постепенно было принято решение устроить мемориальный центр, так как задачи памяти одной семьи расширились до памяти подвижников всего «Малоярославца». Опыт Виктора Анатольевича Жижирина – яркое свидетельство, что и один человек может сделать немало. Виктор Анатольевич поделился опытом создания мемориальных экспозиций и музея. Практически на пустом месте им был создан музей памяти узников тюрьмы «Сухановка», которая действовала на территории нынешнего Екатерининского монастыря. Несмотря на то, что музей пользовался большой популярностью, а Виктор Анатольевич вел там экскурсии, его попросили покинуть монастырь, и сейчас музей потихоньку приходит в запустение. Мне пришла голова мысль, что нужно же, по сути дела, безвинно пострадавших этих людей. Их имена должны быть увековечены. Владимир Александрович увековечивает своих соотечественников в картинах, а точнее фресках на стенах домов. Но далеко не всем это нравится. Созданные им мемориальные галереи портретов под открытым небом, написанных на стене, не простояло и суток. Был совершен акт вандализма. Портреты репрессированных были изуродованы, закрашены желтой и красной краской неизвестными лицами. Но Владимир Александрович не опускает руки и собирается продолжать. Далее мы узнали, что память о человеке может восстанавливаться не только созданием мемориальных экспозиций. Михаил Мельниченко выступил с интернет-проектом «Прожито». Проект изначально планировался для изучения дневников с целью научно-поисковой работы, но оказался более многогранным. Одной из важнейших его задач стало вовлечение людей в исследование своей семейной истории, так как, по свидетельству Михаила, это все очень сильно меняет отношение к своей семье, роду, способствует осознанию ее места в истории страны. Еще одним нетривиальным усилием стало издание сборника семейных историй «1917. Моя жизнь после». Представляя проект, Андрей Васенев рассказал, что свыше 70 историй с фотографиями и документами, которые были собраны, это результат и раздумий, и усилий. После 1917 года для людей перестало быть важным собственное прошлое. Этот проект важен как присоединение к акции национального покаяния, которая сейчас проходит в нашей стране. Восстанавливая память о своих семьях, мы исцеляемся и обретаем будущее.